Поехали! Вот теперь я уже сбился какой номер у этой лекции. Шестая, да? Лекция 6. Так, продолжение великой теремии фирма при n равно 3. Так, значит, опять небольшой странный эффект, что вновь полученный фломастер не пишет, зато это отлично пишет. Итак, мы вместо, давайте вспомним, вместо уравнения фирма в z минус 0, да? Вместо вот такого решаем x в кубе плюс y в кубе равно u умножить на z в кубе в z от омега минус 0. Ну, минус 0 мы, по-моему, привыкли уже обозначать за... А, нет, я за звездой, слушайте, я обозначал его за z со звездой, да? В той лекции. Это неправильно, я ошибся. z со звездой. Со звездой это мы всегда имеем в виду группу, группа обратимых. Немножко я путаницу внес, прошу прощения. Сейчас мы здесь все изобразим. Вот, значит, у нас для любого кольца есть черная дыра, называемая 0, на которую при умножении все в нее уходит. Есть, в любом кольце есть некоторое количество обратимых, ну, по крайней мере, единицы всегда есть, но в нашем случае обратимых так, зеленый тоже не пишет. Удивительно, что за коробочка волшебная, из которой я второй раз достаю фломастеры, и они не пишут. Так, давайте красным. Значит, 1, 1 плюс омега, омега минус 1, омега квадрат, она же минус 1 минус омега, и минус омега. Вот, 6 элементов, группы обратимых в кольце Эйзенштейна. Вот, ну и мы, значит, хотим доказать, что вот такое уравнение неразрешимо в ненулевых x, y, z при любом у из группы единиц. То есть, если подставить место у, 1, 1 плюс омега, омега минус 1, минус 1 минус омега, минус омега. Так, а красный фломастер работает как фломастер фантомаса, который пишешь, и он само стирается после этого. Так, что-то совсем с фломастерами беда. Так, ну хорошо. Мне просто нужно будет много рисовать, и будет обидно, если будет это не цветным делаться. А здесь что у нас? Какие здесь? Здесь все черные, да? Здесь все черные. Ни один красный, да, не пишет нормально. Да, ни один красный не пишет нормально. Это пишет и сразу стирается. Вот это пишет и сразу стирается. Ну хорошо, будем писать тем, которые сразу стираются. Потому что мы будем им рисовать в основном. Так, вот. И нам нужна некоторая подготовительная работа, которую мы уже начали делать. Подготовительная работа состоит в том, что Лемма... Ну, во-первых, основная теорема альтметики, которую уже доказывал Ильинский для любого эвклидового кольца. Значит, мы знаем, что есть норма. Привет. Норма любого числа Эйзенштейна. Это А квадрат минус АВ плюс В квадрат. И простым перечислением можно понять, что норма равна единице тогда и только тогда, когда это одно из вот этих шести чисел. Ну и число Эйзенштейна обратимо тогда и только тогда, когда его норма равна единице. Вот. И, соответственно, основная теорема альтметики тоже, она будет верна с точностью до вот этих вот... до вот этих вот обратимых элементов. И, в частности, следствие... 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 из... от А... будет выглядеть так. Основное следствие истинной теоремы альтметики. Если в Z от Омега верно равенство Q1, Q2 и так далее, Qr равно W в степени K, где Q1, то далее, Qr это из Z от Омега, W тоже из Z от Омега, АК это произвольное, значит, натуральное число больше или равное двум, вот, то для любого И... Да, то при взаимной, попарной, попарной, взаимной простоте Q и QG, да, всех попарной, взаимной простоте элементов Q1 и так далее, Qr, то есть, если они все попарной, взаимной просто, для любого И... QI должен быть равен какому-то WI в катый умножить на, к сожалению, на некоторый εI, который обратимый. То есть, это вот будет то, что будет нами применено в какой-то момент. В некоторый момент мы применим это основное следствие, это основное теремоаритметики. А пока у нас некоторая подготовительная работа. Вот, в частности, работа такая. Значит, пусть Q не делится на лямбда, где лямбда это элемент 1 минус омега. Лямбда вот. Лямбда вот. Также интересные, кроме лямбда... Так, здесь я, наверное, прикрою, а там сзади пусть остается, да? Так, это я могу так вот прикрою. А, а, я понял. Сейчас, а это подкрываю. Во, 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 отлично. Вот комбинация хорошая. Вот, значит, берем все, берем все числа Эйзенштейн и домножаем их на лямбда. Вот это мы домножили на обратимые и получился вот такой, получился шестиугольник. Это ассоциированные с лямбда числа. А, соответственно, на самом деле число простое в числах Эйзенштейна, когда у него ровно 12 делителей. То есть, когда он делится на обратимые и на те, которые получаются из него домножением на обратимые, да? То есть, схема с Гауссовыми повторяется, только здесь шесть обратимых. Поэтому простое число имеет ровно 12 делителей. Если больше, значит, уже непростое. Вот. Если меньше, то это означает, что это сами обратимые. У них шесть делителей. А у всех остальных, кроме обратимых, будет больше. У нуля будет бесконечное количество. У любого числа Эйзенштейна 12 или более. И вот если только 12, то это будут простые. Вот. И, значит, у нас вот эта лямбда, это на самом деле корень из трех. Лямбда — это корень из трех. Он ассоциирован, ну, как бы, с корнем из трех в том смысле, да? В смысле... У нас же нет, как бы, корня, понимания, что такое корень, да? В смысле лямбда-квадрат ассоциирован с числом 3. Ну, и действительно хорошо видно, что если лямбду возвести в квадрат, у нас корень из трех возведется в квадрат, значит, получается длина 3, угол складывается, вот лямбда-квадрат. А вот 3. И видно, что они прекрасно попадают в одну и ту же орбиту. Вот она, орбита, значит, лямбда-квадрат. И она же тройка. Ну, и, соответственно, из этого очевидно следует, что лямбда в четвертой это элемент ассоциирован с обычным числом 9. Так вот, лямба такая, что если q не делится на лямбда, то q в четвертой плюс-минус 1 делится на 9. Вот так. То есть q в четвертой для всех, кроме синей решетки, для всех чисел Эйзенштейна, кроме тех, которые попадают в синюю решетку. Ну, синяя решетка, она, ну, дальше вот так же будет идти, да? То есть вот это как бы, это идеал, порожденный числом лямбда. Ну, как бы это каждое третье число. Каждое число дает определение на лямбду остаток либо 1, либо 0, либо минус 1. Ну, это тоже очень просто понять, что любое другое число мы можем вот такими скачками по синим векторам загнать либо в 0, либо в 1, либо в минус 1. Ну, и вот, соответственно, если попалось число, которое сравнимо с единицей или с минус единицей по модулю лямбда, то тогда его четвертая степень сравнима с 9, а вот еще тут куча фломастеров, сейчас посмотрим, что из этого пишет. Сравнимо с девяткой плюс-минус 1. То есть вот берем число 9, вот тут и тут может, потом вот сюда идем, тут где-то 9 умножить на 1 плюс омега, да, живет. Соответственно, вот тут и тут могут быть четвертые степени. То есть четвертые степени это такой очень редкий гость. Он встречается только в непосредственной близости, только в самой непосредственной близости от кратных 9. Кратные 9, это вот мы берем решетку, в 9 раз просто раздуваем. Каждый 81 только, да, элемент будет, кратный 9. И вот слева и справа от него встречаются четвертые степени. Больше нигде на свете они не могут встречаться, если число не делится на лямбду. А что будет, если число делится на лямбду? Давайте подумаем над этим, да, до того, как я скажу, как это доказывать. Но это очень технический результат, его в лоб, он выводится в лоб. В лоб, напишу, в лоб. А что если вот ку делится? Ку делится на лямбду. Тогда ку в кубе, ой, извините, в кубе, конечно, в кубе плюс-минус 1, описался, делится на 9. В том-то весь как бы пафос в том, что если в четвертую степень, это понятно, в четвертой степени, по-моему, четвертой степени дает 1 или минус 1. Вообще 1 всегда будет давать. А вот именно куб, куб числа ку уже, куб дает плюс-минус 1 по модулю 9. А вот если ку делится на лямбду, тогда ку в кубе делится на лямбду в кубе, который, ну, как бы 3, это то же самое, что 3 лямбды, или там 3 корня из 3, да, получается, корень из 3 здесь как бы существует в этом кольце. Вот, то есть здесь делимость на лямбду в кубе недостаточно, да, тут вот близко от лямбду в четвертой, а это вот только на лямбду в кубе. Ну, если, конечно, если ку при этом не делится на лямбду в квадрат. Если ку делится на лямбду в квадрат, то понятно, что ку в кубе уже делится на даже на лямбду в шестой, то есть на 27. То ку в кубе делится на 27, то есть делится на 9. И вот из этого следует ключевое понимание, где искать кубы. Где можно искать кубы. Первое. Кубы, чисел, которые не делятся на лямду, дают остаток 1 или минус 1, в зависимости от того, давал ли я само число, остаток 1 или минус 1, определение на лямду. Так вот, куб будет давать 1 или минус 1, определение на 9. То есть они будут вот здесь-здесь жить. Дальше. Кубы, чисел, которые делятся на лямду квадрат, то есть на тройку, они живут в самих вот этих вот центрах этой красной решетки. И даже более, на самом деле, к решетке, которая на 27 домножается. А если число делится на лямду, но не на лямду квадрат, тогда оно находится вот тут, по центру вот этих треугольников. Раз, два, три. Ну, в общем, здесь как бы я тебя слишком близко вывел. Вот, так, лямда, лямда квадрат, раз, два, три, значит, вот сюда. В общем, живут в такой сетке, которая на лямда, на три лямда, значит, она натянута на 3 умножить на лямду, трижды лямду, вот на эту. Вот, в этих шестиугольник, и они всегда посередине красных, больших. В центре равностороннего треугольника, который берется из красной сетки, вот, внутри этого, значит, на самом деле, просто он выше должен быть, здесь немножко не хватает, да, места, чтобы его правильно поставить. Вот, и в самом центре этого треугольника живет кратный три лямда, но не кратный девяти при этом. То есть все кубы тех, кто делится на лямду, но не делится на лямду квадрат, будут жить в этой зеленой решетке. И вот понимаете, да, что они как-то странно все, вот они раскиданы, да, у этих, вот в этих центрах, если не делится, то близко к девятке, если делится, то прямо в самих девятках. И вот это понимание сейчас будет работать. Вот это вот надо сейчас, как бы, привыкнуть к этому, а я пока скажу, как это доказать. Ну, это и это очевидно. Как это доказать? Это доказывается в лоб. Пишется просто ку равно лямда умножить на z плюс минус один. Тогда ку в кубе, да, то есть если ку не делится на лямда, то дает остаток один или минус один определение на лямда. Прекрасно. Возьмем куб. Лямда кубе z в кубе плюс минус 3 лямда квадрат z квадрат плюс 3 лямда z плюс минус один. Согласны, да, со знаками? Вот этот вот минус здесь превратился в плюс, а здесь сохранился плюс-минус. Мы утверждаем, что ку в кубе плюс-минус один, да, будет делиться на 9. То есть ку в кубе дает определение на 9, а остаток такой же, как этот давал определение на лямду. Ну, ясно, что для этого просто надо доказать, что вот это все делится всегда на 9. Правильно? Вот единственное, что надо доказать, что вот это выражение делится на 9. Так? А теперь внимание. Лямбда квадрат ассоциирован с тройкой. Поэтому это уже делится на 9. Вот этот плюс-минус, который нам мешал, он уже делится на 9. Это из-за того, что в формуле куб суммы, да, вылезает тройка, а тройка это лямбда квадрат. И вот тут еще один лямбда квадрат. Ну, вот четвертый, все, это уже 9. Поэтому доказывать надо только про вот это. Но здесь много чего уже есть. Правда? Тут на лямбда в кубе и тут на лямбда в кубе делится на самом деле, да? То есть тройка это же лямбда в кубе. Лямбда квадрат, поэтому тут надо только записать. Тройка это не совсем лямбда квадрат. Тройка это лямбда квадрат, который повернут на 60 градусов, то есть домножен на 1 плюс омега. Прекрасно. Так и запишем. Лямбда в кубе, z в кубе, плюс лямбда в кубе на 1 плюс омега на z. Это вот эти два синих, про которые надо доказать, что 90 на 9. Значит, что я должен сделать? Я выношу лямбду. А? Да. Как 3 лямбда z в это превратилось? Вот это или вот это? Вот это. Дело в том, что 3, вот, это лямбда в квадрате повернутая на 60. Повернутая на 60 означает умноженное на 1 плюс омега. Поэтому я просто заменю. И теперь я выношу, и остается z. Давайте, вот здесь z будет у меня. Лямбда в кубе z я выношу, остается что? z квадрат плюс 1 плюс омега. Два варианта. Первый. z делится на лямбда. Почему бы нет? Он вполне может делиться на лямбда. Тогда уже все очевидно. Отсюда вылезло уже лямбда в четвертой. То есть 9. Второй вариант. z не делится. Тогда z квадрат дает остаток 1 при делении на лямбда. Всегда. Потому что будет минус 1, плюс 1. Если в квадрат возвести, будет 1. Поэтому если не делится, то вот это вот будет по модулю лямбда равно 1 плюс 1 плюс омега. То есть 2 плюс омега. Но 2 плюс омега, 2, 2 плюс омега. Это как раз вот это вот число. Вот лямбда, да, вот 2 плюс омега. То есть ассоциированное с лямбдой. Лямбда умножить на 1 плюс омега. Вот это вот лямбда. На 1 плюс омега, это как раз и есть 2 плюс омега. Вот. Лямбда на 1 плюс омега. Ну то есть тоже делится на лямбду. В обоих случаях мы собрали еще один выражай. Если z делилось на лямбду, то отсюда собрали выражай. Если не делилось, то всегда отсюда вылезает. Ну чисто техническая абсолютно лямба, которая, собственно, единственный такой вот сильно технический результат. Остальные чистоидейные доказательства. Итак, запоминаем, как расположены кубы. Вот так, как я нарисовал. Теперь я сформулирую некоторое утверждение, вспомогательное утверждение для великой теоремы Ферма. Пусть ε1 на а1 в кубе плюс ε2 на а2 в кубе плюс ε3 на а3 в кубе равно нулю. Так, пусть оно равно нулю. Где а1, а2, а3 попарно-взаимно-взаимно-простые. Попарно-взаимно-простые. Ну и ровно, ровно 1 из них делится на лянда квадрат. Это первая часть утверждения. Пусть вот такое равенство имеет место. Вот эти попарно-взаимно-простые. И при этом один из них делится на лянда квадрат. То есть так довольно хорошо делится на лянду. Не только на лянду, но и на лянду квадрат, на 3. Тогда из этого, тогда это уравнение сводится к вот этому исходному. x с волной в кубе плюс y с волной в кубе равно u с волной умножить на z с волной в кубе. И вот именно вот это последнее будет делиться на лянда квадрат. Epsilon. Epsilon. Отличный вопрос. Из группы обратимых. То есть, если есть такая линейная комбинация трех кубов, уже совсем произвольная, мы не только на третий куб сажаем обратимый элемент, а мы на все посадили какие-то обратимые элементы, какие угодно. Здесь 216 разных вариантов. Для каждого выбора из шести. И, соответственно, у меня 216 выражений, я могу так записать. Вот. И вот если есть какое-то выражение такого вида, оно равно нулю, где вот эти вот три, попарно взаимопростые, и ровно один из них делится на лянда квадрат, то тогда на самом деле мы можем его элементарными действиями привести к уравнению вот такого вида. Ну, давайте я прямо покажу, почему это так сразу же и как именно приводить. То есть, что если я выписал вот такое уравнение, то сразу могу выписать вот такое, где вот это вот будет по сути просто тем аитом, который делится на лямбда квадрат, с точностью до умножения на обратимые. То есть, это все с точностью до умножения на обратимые элементы. Давайте я покажу, почему это так. Ну, давайте для примера скажем, пусть вот это вот делится на лямбда квадрат, да, неважно тут от перестановки, да. Тогда посмотрите, что происходит по модулю 9. Что произошло по модулю 9? По модулю 9 вот это равно нулю, не правда ли? Это куб числа, который делится на лямбда квадрата. а это по модулю 9 0 0 я не пишу плюс-минус ε2 плюс-минус ε3 должно быть равно 0. в силу вот этого самого утверждения. Остальные два не делятся, да, они взаимно просты, попарно. Значит, на лямбду может делиться не более одного из них, ну, собственно, мы написали ровно 1. Если они попарно взаимно просты, то варианта 2, либо не 1, либо ровно 1. Значит, у нас вот мы говорим, что 1. Значит, остальные два, соответственно, на лямбду не делятся. Прекрасно. Если они не делятся на лямбду, к ним применима вот эта лямба, и они дают в кубе остаток 1 или минус 1 определение на 9. Соответственно, заменяется там, где 1 на плюс, там, где минус 1 на минус. И получается, что по модулю 9 у нас получилась вот такая интересная штука, что плюс-минус одно обратимое, плюс-минус другое обратимое равно 0. Теперь следующее. Модуль вот этого выражения, очевидно, не больше единицы, да? Двойки. Правда? Но модуль первого числа, не равного 0, который делится на 9, это 9. Очень далеко. Вот числа делящиеся на 9. Мы говорим, что по модулю вот этой сетки, да, у нас получается, что 0 равно вот это. Но это значит, что оно просто равно 0. Оно не может быть чем-то другим. Что там у меня? Epsilon 2 только, а не Epsilon 1. Epsilon 2 плюс-минус Epsilon 3 равно 0 просто как число. Можно подчинить, что вы считаете, что и на обратимый элемент, не обратимый, а на который мы домножаем, чтобы получить другие элементы такого же модуля, является... Обратимый, обратимый, обратимый. Это вот 6 с куб. Да. И все. Потому что в любом кольце с нормой обратимые это те, у которых норма равна 1. Норма Вейзенштейна, она выглядит вот так. A квадрат минус AB плюс B квадрат. Если написать, что это равно 1, умножить на 4 и разобрать несколько разных случаев в отделении полного квадрата, то получится ровно эти 6 и больше никакие. Это тоже техническая часть, но совсем уж простая. Вот. То есть у нас обратимых 6. Ну и вот у нас, значит, они, соответственно, в сумме они не могут достать до следующей точки делиться на 9. Да, значит, они, так как они должны делиться на 9, они должны быть равны 0 в сумме. Ну тогда это понятно, что мы теперь можем просто поделить, значит, то есть, ну по сути, ε3 просто равно плюс-минус ε2, правда? Либо ε2, либо минус ε2. Ну и давайте здесь так и напишем, что это плюс-минус ε2. Дальше. Если это минус ε2, то поступим вот так. Тоже ничего не изменилось, кроме как немножко другое число рассмотрел, но оно тоже не делится на лямбда. То есть на минус заменил. Ну а теперь я делю на ε2. Это же обратимый. И получаю, что ε1 делить на ε2 умножить на a1 в кубе плюс это плюс это равно 0. Ну и осталось в качестве у с волной взять минус это число. Вот. Теперь у меня вот x с волной равно a2, y с волной равно минус a3, ну вот так, как у меня вышло, да? Если бы там минус, ну плюс a3. Ну и, соответственно, у с волной равно минус ε1 делить на ε2. Ну а z с волной просто осталось равным a1, и все. Будьте здоровы. То есть мы что сделали? Вот это вот, это чрезвычайно важный шаг. Если мне выпадает уравнение такого вида, как оно было, вернуть его вид, или вот здесь напишу, ε1а1 в кубе плюс ε2а2 в кубе, вот такого симметричного вида, симметричного вида, и оно равно нулю, вот так вот, то есть 3 куба, линейная комбинация трех кубов с коэффициентами из обратимых. Если такая комбинация равна нулю, и если я знаю, что одно из них делится на лямбда квадрат, то на самом деле речь идет об исходном уравнении, которое мы решаем после некоторой перестановки этих самых. То есть я могу выписать, чуть-чуть подредактировав вот это все, выписать исходное уравнение вот в этих новых х-сволновей, х-сволновей у Сонной. То есть мы сейчас свелим в доме? Не совсем. Я вот это свел к тому, новое свел к старому, более общее, но лишь в одном случае, если один из них делится на лямбда квадрат. Бывают и два других варианта, что ни один из них вообще не делится на лямбда, но его мы просто не будем рассматривать, нам не нужен будет этот вариант. Это довольно сложный вариант, там очень много разных возможностей есть. Но есть и последняя опция. И она составит утверждение 2. Пусть это 1, а утверждение 2 такое. Где бы его написать? Мне хочется, чтобы оно у нас было где-то близко. Давайте утверждение 2 здесь. Утверждение 2 здесь. Оно выглядит так. Если и дальше снова ε1, а1 в кубе плюс ε2, а2 в кубе плюс ε3, а3 в кубе, то либо а1, а2, а3, ну для взаимопростых здесь, да? Для попарно взаимопростых. Ну ясно, что это нас никак не ограничивает, потому что если мы такое записали уравнение для не взаимопростых, мы просто сокращаем на все делители все три числа, а1, а2, а3. Для попарно взаимопростых а1, а2 и а3. И, соответственно, здесь вот эти ε, это снова единицы. То либо произведение не делится на лямбда, и тогда нас этот случай не будет интересовать. либо 1 из них делится на лямбда квадрат. Все. То есть я исключаю третий случай. Я утверждаю, что случай, когда 2 числа не делятся на лямбда, а 1 делится на лямбду, но не на лямбда квадрат, невозможен логически. Вот я постепенно, постепенно, постепенно прихожу к нескольким строительным кирпичам для великой теоремы фирма. Давайте вот это все сотру, это просто доказательство совершенно вспомогательной лямы. Вы его сами прекрасно восстановите, если что. То есть вот это вот вспомогательное, но при этом важнейшее ляма о том, что куб числа не делящегося на лямбда дает остаток 1 или минус 1 при делении на лямбда в четвертой сирич на 9. Вот. Я его сотру. Теперь следующие строительные кубы. Строительный куб это следующий, второй строительный куб это утверждение 1. Что если вот такое вот уравнение имеет место и один из ашек делится на лямбда квадрат, и все они взаимно просто попарно, то на самом деле это сводится к этому. я могу выписать уравнение такое с этим, соответственно, а вместо z с волной. То есть z с волной вот тот, который делится на лямбда квадрат, просто это z, а остальные два, ну там, плюс-минус старые. И все. Плюс-минус старые. Вот. Это я просто поделил на какие-то и абсилоны здесь. А вот второе, ключевое утверждение, что такое уравнение несовместимо с ситуацией, когда одно и только одно делится на лямбда, но при этом не делится на лямбда квадрат. Почему? А потому что, посмотрите, что в этом случае получится по модулю 9. Модуль 9. Снова модуль 9. А1 делится на лямбда, но не делится на лямбда квадрат. Тогда первое слагаемое это эпсилон 1 на, ну, короче, на лямбда в кубе. На лямбда в кубе. На зеленую точку. Зеленый. Он зеленый. А дальше плюс-минус эпсилон 2 плюс-минус эпсилон 3 и вот это равно нулю, то есть делится на 9. То есть, по модулю, вот смотрите, что произошло. По модулю 9 получилось, что эпсилон 1, эпсилон 2 плюс-минус плюс-минус эпсилон 2 плюс-минус эпсилон 3 сравнимо по модулю 9 с числом ε1 на лямбду в кубе, где ε1 обратимая. Это невозможно. Просто потому что зеленые далеки от красных. То есть нигде зеленая точка не совпадает ни с одной красной. Вот здесь красная, а здесь зеленая. Это плюс-минус 1 по модулю 9, а это что-то зеленое, что дает лямбду в кубе по модулю 9, то есть очень далекое, в центре треугольника. Это геометрическое совершенно. Нужно, чтобы они совпали, либо давали один и тот же остаток определения на 9. Но вот в том-то и дело, что значит определение на 9, они дают один и тот же остаток. Это означает, что одна из зеленых совпала с одной из вот этих красных. А это никогда невозможно. Зеленые в центрах треугольников, а красные там. То есть расстояние между ними равно 5. Ну, примерно, 4 с лишним. А отступление туда-сюда на 2 епсилон, ну, максимум, ну, как бы ты куда-то. Радиус, да? Радиус отступления на 2 епсилон, это вот такой, вот на 2. Вот сюда 2, да? И до сюда никак не добивает нигде. Вот, как бы, такое правильное понимание. Да, вот есть круги, докуда можно добивать плюс-минус епсилон 2, плюс-минус епсилон 3 от 9. Вот в эти круги. В два раза больше, чем просто отступить на плюс-минус 1. А эти в зеленых вершинах, соответственно, в зеленых вершинах они никак в этих кругах не оказываются, и все. Если бы я все это записывал чисто технически, как это сделано в книге Айрланд Роузен, ну, записал бы я это, конечно, формально правильно, но совершенно не было бы понятно, почему. А здесь скрывается суть. То есть кубы живут около сеточки из девяток. Значит, суммы 2 кубов с какими-то епсилонами живут в круге. Двоечка вокруг сетки из девятых. А кубы тех, которые делятся на лямбду, но не на лямбду квадрат, живут в зеленых точках в центрах этих треугольников. И вуаля, ничего нельзя поделать. Никогда не западут. Поэтому это уравнение несовместимо с ситуацией, когда 2 не делится на лямбду, а 1 делится, но не на лямбду квадрат. И вот сейчас будет спуск, бесконечный спуск. Бесконечный спуск будет осуществляться с идеей, что мы снижаем делимость на лямбду у того из трех, который здесь должен делиться. Вот это как бы, сейчас, наверное, перерыв, да, уже? Ну-ка. 10 минут еще. А, еще 10 минут, да? Сейчас. А тут как получается, что здесь... То есть последние, как бы... Последние совсем коротенькие, да, кусочек? Нет, они по 40 минут. Так и сейчас. Сейчас как раз, да? Ну вот. В общем, идея, смотрите, идея следующая. Мы будем каждый раз приходить к этому уравнению, заменять его на это, и дальше неким невероятно красивым трюком будем снижать делимость на лямбду у вот этого Z с волной. С новым, с новым этим, значит, Z с волной будет возникать снова такое же уравнение, только в котором делимость на лямбду уже снижена. Значит, оно будет опять таким, значит, здесь снижена делимость на лямбду. Это означает, что если вот на предыдущем этапе мы имели, что Z делился, например, на лямбду в 15-й, то некоторый очень красивый трюк, который я сейчас буду показывать, покажет, что тогда вот здесь вот в этой вот будет такое уравнение, где у A1 делимость уже на лямбду в 14-й будет только. Из этого будет следовать, что есть вот такое с делимостью на лямбду в 14-й. Опять делаем некий, вот как бы, некий ход, и возникает новое уравнение такого типа, где уже на лямбду в 13-й делится. Потом опять, значит, здесь вот такое есть, делимся на лямбду в 13-й. Прекрасно! Проводим снова круг. 12-й, в 11-й, в 10-й, в 9-й, в 1-й. Противоречие. Это нужно для того, чтобы ровно один из них делился на лямбду в квадрате? Это если хоть один из них делится вообще на лямбду. Вот предположим, что хоть один из вот этих трех делится на лямбду. Тогда мы получаем вот это вот очень длинное-длинное-длинное рассуждение со снижением делимости до тех пор, пока делимость на лямбду будет однократной. Когда она будет однократной, мы придем к противоречию с этим уравнением. Остается только один случай. Какой? А вообще никто не делится. Да? Никто не делится на лямбду. Но это невозможно. Просто потому, что по модулю 9 тогда... То есть вот почему не может ни один делиться на лямбду? Потому что по модулю 9 тогда получится плюс-минус 1, плюс-минус 1 равно плюс-минус у. И это опять никак не совместимо. Ну как бы плюс-минус 1, плюс-минус 1 себя либо сокращает полностью до нуля, либо делает двойкой или минус-двойкой. То есть вот здесь написано 0, 2 или минус 2. А справа плюс-минус у, то есть единичной длины. Вот у меня вот два варианта. Есть три варианта для плюс-минус 1, плюс-минус 1. Вот они. И есть шесть вариантов для плюс-минус у. Это, значит, соответственно, все обратимые элементы. И они никогда друг с другом не пересекаются. Но они должны по модулю 9 быть равны друг другу. По модулю 9 они могут равны быть друг другу, только если они просто равны друг другу, потому что у них даже у всех троих в сумме длина только 3. До 9 не достают. То есть до следующего числа, которое делится на 9, не достают. А значит, они должны быть друг другу равны. А это невозможно. Поэтому тут одно из чисел обязательно должно делиться на лямбду. Ну, дальше некоторая возня с тем, что это, ну, можно вполне считать, что это именно z. Ну, вообще говоря, если бы у было равно 1, например, то любое могло бы быть. Но тогда бы я его скинул направо, это сюда. То есть если вот у это не 1 и не минус 1, то опять же тут выйдет только, что это z будет. Ну, а последнее, что я сделаю перед перерывом, это, конечно, я вот так вот напишу, правда? Где-то-то должно быть, где-то-то должен быть момент, когда я запишу ключевое уравнение, правда? Кстати, здесь тоже, ну, лемма-то это следствие, оно вполне допускает здесь обратимый элемент. Обратимый элемент на разложение на множители никак не влияет. Поэтому основное следствие из основной теоремы аритметики здесь вполне можно допускать, что здесь есть обратимый элемент. Все равно они будут все равны катым степеням, с точностью тоже до обратимых элементов, конечно. Вот, ну и вот после перерыва мы с этим поработаем. И потом еще раз все, как бы, если мы сегодня успеем добить, еще раз все попробуем, может быть, от начала и до конца, да, весь ход рассуждений повторить. Это очень сложное вообще, на самом деле. Это одна из самых сложных теорем, которую я, в принципе, вот, которая у меня укладывается в голове плюс-минус, там, до деталей, вот, без того, чтобы все время обращаться к книге. Так, ну что, перерывчик, да, несколько минуток? Пять минут, да, перерыв вообще? Пять минут все подрешит. Значит, есть пожелание закончить ровно в 12.10, и я его постараюсь выполнить, да. Так, поехали. Значит, еще раз, значит, что мы творим, да? У нас было вот это уравнение, которое мы хотим доказать неразрешимость в z. Ну, без нулей, естественно. Потому что если 0, пожалуйста, 1 в кубе, минус 1 в кубе, сложили, получили 0 в кубе. Вот, соответственно, речь идет о ненулевых решениях этого уравнения. Мы загоняем его внутрь z от омега. То есть говорим, мы большее сделаем, мы докажем, что оно неразрешимо в ненулевых числах Эйзенштейна. Тогда тем самым автоматом и в целых, естественно. Потому что целая часть Эйзенштейна. И еще поставим сюда у. Ну, как бы вместо одного уравнения рассмотрим 6. И докажем, что ни одно из них неразрешимо в числах Эйзенштейна, отличных от нуля. Ну, понятно, что пока мы только усложняли себе задачу, да? Но в силу удивительного свойства кубов чисел Эйзенштейна, которые не делятся на некоторое специально выбранное число Эйзенштейна, лямбда. То есть вот есть число Эйзенштейна 1 минус омега. Мы его назвали лямбда. Его норма равна 3. Оно простое. Если норма простая, то число простое. Обратное неверно, но в эту сторону верно. Значит, у нас есть простое число лямбда. И есть удивительное свойство кубов. Что если число не делится на лямбда, то его куб плюс-минус, так сказать, 1 равен числу кратному 9. То есть его куб лежит крайне близко от кратного 9. Просто слева или справа на единицу. Все. Вот они вот, эти кубы могут лежать только там. Кроме того, если число делится на лямбду, но не на лямбду квадрат, то куб обязательно лежит очень далеко от вышеупомянутых девяток в центрах треугольников всегда. А вот если на лямбду квадрат делится, то уже понятно, что куб делится и на лямбду шестой, то есть на 27. Теперь что мы делаем? Мы говорим, что это уравнение, которое выписано, несовместимо с тем, что ни один из этих x, y, z не делится на лямбду. Ну, это практически очевидно, да? Пока была переменная, вы, наверное, это поняли, да, все? Просто. Иначе получится, что плюс-минус 1, плюс-минус 1, плюс-минус u должно делиться на 9. Так как оно по модулю не больше 3, то делимость на 9 означает равенство 0. Равенство 0 означает, что плюс-минус u равно плюс-минус 1, плюс-минус 1. Но это невозможно, потому что плюс-минус 1, плюс-минус 1 это 2, 0 или минус 2. А u, обратимый элемент, плюс-минус u тоже обратимый элемент, он имеет модуль равный 1. Так, с этим все, да, покончили. То есть мы поняли, что если такое уравнение такие имеет какие-то решения, вот хоть какие-то, то точно одно из чисел делится на лямбду. Да, но мы, естественно, сокращаем на все общие делители. То есть x, y, z можно сократить на все возможные общие делители, после этого будут x, y, z попарно взаимно простыми. То есть если есть хоть какое-то решение, есть решение взаимно простых попарно. Если есть взаимно простых попарно, то точно одно из них делится на лямбда. Ну, может, случайно окажется, что вот это делится на лямбда. Но я утверждаю, что если так, то на самом деле u равно плюс-минус 1. Единицы. Почему? Ну, потому что опять мы к чему приходим? По модулю, на этот раз, ну да, давайте снова, по модулю 9, да, вот пусть y делится на лямбду. Ну, во-первых, мы уже знаем, что это означает, что оно делится на лямбда квадрат. Правда? То есть любое число, которое тут делится на лямбду, должно делиться на лямбду квадрат. Потому что иначе даже более общее уравнение неразрешимо. Не только это, но далее даже еще более общее, что вообще если одно число делится только на лямбду, а два других не делятся на лямбду, то никакая их линейная комбинация с обратимыми элементами в качестве коэффициентов не может быть равна нулю. Значит, в частности, и вот в этом случае мы точно знаем, что если что-то делится на лямбду, то на лямбду квадрат тоже делится. Но тогда по модулю 9 здесь 0, здесь плюс-минус 1, здесь плюс-минус у. Следственно, у равно плюс-минус 1. Опять же, по тому эффекту, что до девятки не доползаем, значит, если по модулю 9 равны два таких числа, то они просто равны друг другу. Но раз у равно плюс-минус 1, тогда на самом деле мы можем просто поменять их местами. То есть у в кубе вот сюда, а z в кубе сюда. Здесь минус 1 при желании можно в z закопать, и получится x в кубе плюс z в кубе равно y в кубе. y в кубе это 1 умножить на y в кубе, 1 это, в частности, тоже обратимый элемент. То есть, если один из них делится на лямбду, если это на лямбду квадрат, то без ограничения общности можно считать, что это z. Вот так. Если один из них делится на лямбду квадрат, то без ограничения общности можно считать, что это z. Ибо если бы это был один из них, то на самом деле у было равно плюс-минус 1, и тогда вообще не важно, кого вправо кидать. Любого из них. Так, хорошо. Итак, мы пришли к ситуации, якобы возможной, состоящей в том, что это уравнение имеет ненулевые, взаимно простые решения среди чисел Эйзерштейна x, y и z. И z делится на лямбду квадрат. Так, пришли к этому. Перепишем это вот так, потому что мы уже x кубе плюс y кубе раскладывали в тот раз. И получаем, что здесь y и z делятся на лямбду квадрат. Так вот, я хочу, чтобы он делился на лямбду квадратой, но при этом не делился на лямбду квадратой, плюс первой. И такое квадрата всегда существует. z делится на лямбду квадрат. Ну, прекрасно. Давайте посмотрим, на какую максимальную степень лямбду делится. Степень вхождения называется. Да, у вас, наверное, теория чисел была, да? Степень вхождения. Ну, в данном случае степень вхождения простого числа Эйзерштейна лямбда в z. Именно в z. А z в кубе тогда, соответственно, давайте я напишу именно, чтобы было понятно, что это z делится на лямбду квадратой, но не делится на лямбду квадратой. А z в кубе, соответственно, на лямбду квадратой, да, делится. 3 умножить на квадрат. Вот. И вот у меня якобы существует такая ситуация. И при этом k, как мы уже отметили, больше равно 2. Отлично! Вопрос. Чему равен нод вот этих двух скобок? найдем нод x плюс y x плюс y омега. Поехали! Для остальных двух пар будет абсолютно аналогично, поэтому я оставлю это. На дом, да? Вот. Возьму только вот основной вариант, вот этот. Ну, давайте пишем. Да, напомним, что x и y взаимно просты. Как числа Эйзенштейна. Посмотрим. Пусть x плюс y делится на какое-то число Эйзенштейна v. x плюс y омега тоже делится на число Эйзенштейна v. Где v? Простое число Эйзенштейна. Итак, я хочу выяснить на какие вообще простые числа Эйзенштейна могут делиться одновременно эти два элемента нашего кольца Эйзенштейна. Ну, я думаю, вы теперь мне подскажете, что я должен сделать. Ну, первое, что приходит в голову. Да. Первое, это вычесть. тогда x плюс y за вычетом x плюс y омега тоже делится на v. Второе я подскажу, потому что сразу нельзя догадывать. Ну, так вот, сходу не догадывается. Нужно умножить первое на омегу и вычесть второе. тоже будет, ну, может быть, и можно было догадаться, но как бы все равно здесь лучше. Да, да, ну да. Нам нужно избавиться от этой и от этой. Тогда, что у меня здесь? То есть, тут x ушел, остался y на 1 минус омегу делится на v. А здесь y ушел, а x на омега минус 1 делится на v. Напомню, что такое 1 минус омега? Лямбда. Лямбда. Так, пишу снова. y лямбда делится на v. x лямбда тоже делится на v. Ну, тут минус лямбда, ну, какая разница с точки зрения делимости? Так, хорошо. Я из этого обязательно делаю вывод, что v равно лямбда. То есть, ни на какое другое делиться не могут, потому что если бы v было отличным от лямбда простым числом Эйзенштейна, то они были бы взаимно просты. Два разных простых их числа. И из этого бы следовало, что y делится на v и x делится на v. И тогда была бы не взаимная простота x и y. Понятен момент? Все. Значит, соответственно, да. Так как x перпендикулярно y, то v равно лямбда. Все. Итак, нод равен ну, чему? Ну, в принципе, лямбда в какой-то степени. Мы не знаем пока в какой, да? Может, нулевой, может, первый, может, второй. Так? Хорошо. Но обратим внимание, обратим внимание на следующее, что лямбда квадрат уже не предлагать, потому что если χ плюс у делится на λ2 и х плюс у ОМЕГА делится на λ2, то, такой же логикой, абсолютно такой же логикой, я воважу, что y λ делится на λ2 и х λ делится на лямбду квадрат. Но такие делимости можно сокращать Когда справа и слева сокращаешь на лямбду Тогда у делится на лямбду и х делится на лямбду Но это, извините, уже означает, что они опять не взаимопростые Вот Значит Лямбда Или Один И других вариантов нет Возможность их делимости на любое другое простое число мы исключили Соответственно, нод это просто лямбда в какой-то степени Нод делится только на число лямбда Но при этом лямбду в квадрате тоже исключили Понятно, да? Остался выбор Ну и как вы думаете, какой выбор-то? Лямбда или один? Очень хотелось бы, чтобы был один, правда? Тогда сразу можно все делать дальше, что написано в той следствии Да, следствие бы мы применили Но нет, ответ лямбда Почему? А потому что Смотрите, почему Разница между ними делится на лямбду Она равна у умножить на лямбду Вот она, разница То есть Разница между любыми двумя скобками Про остальные пары так и то же самое все видно Так же все выводится Там просто эти обратимые элементы вылезают Какие-то Вот, то есть Получается, что Вот они все, да? Мод лямбда, они одно и то же Вот эти вот Если я напишу мод лямбда Мод лямбда Будет там альфа, альфа и альфа Где альфа 0, 1 или минус 1 Ну, мод лямбда бывает 3 числа 0, 1 и минус 1 И если бы Они все 3 на лямбду Ну, то есть Они либо все 3 делятся на лямбду Либо все 3 не делятся на лямбду Но если они все 3 не делятся на лямбду Откуда же здесь лямбда вкат? Извините меня Согласны? Все? Не может такого быть Значит, на лямбду все-таки они делятся Все 3 И значит нод равен лямбду Теперь смотрите Произведение трех скобок делится на лямбда в степени 3k Например, если k равно 10, то это произведение делится на лямбда в 30 Но ноды равны ровно лямбда Что из этого следует Про вхождение лямбды В эти три скобки? Кто первый? Это вот то, что нужно осознать Это вот Как Андрей Михайлович любит слово катарсис, да? Вот тут сейчас как бы Наполовину должен настать катарсис Вот должно быть осознание Как лямбда входит в эти три скобки? Попарные ноды все равны лямбда Все три скобки делятся на лямбда Их произведение делится на лямбда в 30 Ну или в 3k в общем случае Где k больше начинает с двойки Как распределено лямбда? Если все ноды равны лямбда Получается, они все делятся на лямбда Поскольку ноды равны 1 лямбда И не в большей степени Значит, не может быть двух скобок У которых лямбда в большей степени, чем 1 Значит, соответственно, ну тут можно Тут на самом деле, опять же, абсолютно не важно Если честно, я эту омегу могу включить в y Возвести в куб, и ничего не изменится Омегу можно гонять между y и как угодно Поэтому можно, например, считать, что вот это делится на лямбда В 3k минус 2, а остальные только на лямбду Или просто разобрать все три случая Там рассуждения будут совершенно одинаковые То есть из-за всех вот этих рассуждений Мы делаем вывод о крайне неравномерном распределении лямбды между скобками А именно по одной в двух и все остальное в последней Что же мы тогда делаем? А смотрите, что мы делаем Мы записываем x плюс y делить на лямбда в 3k минус 2 Умножить на x плюс y омега делить на лямбда Это целые числа Эйзенштейна И мало того, что они целые Какие они? Теперь Попарно взаимно простые Всю общую делимость я убил А чему равно их произведение? u умножить на z делить на лямбда в катой В куб Согласны? Это целочисленное равенство в кольсе Эйзенштейна Которое полностью подходит под эту лему И вот это уже начало катарсиса Но самый настоящий катарсис будет чуть-чуть позже Каждый из них есть куб Каждый из них есть куб Но с точностью до вот этих эпсилонов То есть x плюс y делить на лямбда в 3k минус 2 Равно эпсилон 1 умножить на Буквы, 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 буквы Хочу какие-нибудь буквы Ну хорошо, t в кубе Так, x плюс y делить на лямбда Тут x плюс y к омегу делить на лямбда равно эпсилон 2 на s в кубе И, наконец, x плюс y к омегу квадрат делить на лямбда равно эпсилон 3 на r в кубе Хорошо? Это следствие основного следствия из основной теоремы альтметики Применение этого следствия Так? Согласны? Годится? Теперь возвращаем лямбду в свои права Здесь она То есть мы превращаем это в равенство от исходных Домножаю здесь на 3k минус 2 Соответственно, я убираю отсюда знаменатели Я оставляю, чтобы их не было x плюс y равно вот этому Это равно вот этому x плюс y омега равно этому И, наконец, x плюс y омега квадрат равно этому Согласны? Так Можно вот это сотру? Вот это нод Мы разобрались с нодом Нод всегда лямбда Нод всегда лямбда И после этого мы, скрупулезно убрав лямбду отовсюду Перешли к попарно-взаимнопростым И попарно-взаимнопростым И мы применяем самую главную А вот тут сейчас будет реальный настоящий катарсис Вот это умножается на омега А это на омега квадрат И складывается Я записываю правую часть А вы мне скажете, чему равна левая И аккуратно считываю все Справа, чтобы нигде не ошибиться Чему это равно? Проще, гораздо Что стоит при x? 1 плюс омега плюс омега квадрат Что это? 1 плюс омега плюс омега квадрат 0 Что стоит при y? 1 плюс омега квадрат плюс омега в четвертой степени 1 Плюс омега квадрат плюс омега в четвертой Она же омега Потому что омега в кубе равно единице 0 Полный ноль Полный ноль, стопроцентный Все сократилось И при x и при y 1 плюс омега плюс омега квадрат 1 плюс омега квадрат плюс омега в четвертой степени Но омега в четвертой это омега Потому что омега в кубе это единица Значит тут омега квадрат и омега опять 0 Все Справа ничего не осталось Теперь я произвожу Действие сокращения на лямбу 3k минус 3 Согласны? Сократил Дальше Вот эти не делились на лямбу ни один Помните откуда они взяты? Мы избавились от всех лямб После этого применили вот то Они не делились А значит вот этот Вот этот t умножить на лянда в к минус 1 Делится только на лянду в к минус 1 На вкатый уже не делится Он умножился на некоторый обратимый Дальше Вот эту вот комбинацию я тоже могу обозначить за епсилон 2 Просто с волной Потому что омега обратимый Обратимый на обратимый это обратимый Здесь тоже еще один обратимый появился Умножаемый на r в кубе И это равно нулю Это Вот это равенство Все Все Дальше снижение размерности То есть после этого мы переписываем его Как мы объясняли Это влево и это вправо Будет x с волной в кубе Плюс y с волной в кубе Равно u с волной умножить на z с волной в кубе И z будет делиться на лянда в к минус 1 И не делиться на лямбда в катой После чего мы совершим индукционный переход Следующее уравнение с двумя волнами будет делиться z в нем на лямбда в к минус 2 Но не на лямбда в к минус 1 Можно еще раз повторить? Вот в каком месте? Мы перешли от утверждения У к минус 2 Их с волной Да Да, да, да Сописание словно, что z не делится z кубе не делится на лямбда в к Нет, z, z, само z z не делится на лямбда в катой А на лямбда в к минус 1 делится Вот оно А теперь мы просто залезаем снова сюда И проделываем целиком всю ту же самую операцию То есть мы что сделали? Мы исходили из некоторого уравнения Которое якобы может иметь решение Поняли, что в этой ситуации обязательно Что одно из них делится на лямбда в квадрат Ни на лямбда отдельно Ни на лямбда в нулевой Ни на лямбда в нулевой Ни на лямбда в первой Не работает Одно из них должно делиться на лямбда в квадрат Прекрасно, найдем его Ну, потом мы быстро показали, что оно Можно считать, что оно справа стоит, а не слева Соответственно, мы ее раскладываем Проделываем вот эту всю махину И получаем новое уравнение Абсолютно того же вида Но с новыми x с волной, y с волной Не делящимися на лямбда И новым z с волной Который делится теперь на лямбда в меньшей степени Если тот делился на лямбда в десятой Новый будет делиться на лямбда в девятой Хорошо, дальше мы опять проделываем все то же самое И получаем еще одно уравнение Где такие же ненулевые числа Эйзенштейна Только старший, который стоит справа Который делится на лямбду Должен уже делиться только на лямбду с восьмой Когда мы дойдем до лямбду в первой Мы придем к математическому противоречию С вот этим утверждением Что не может быть ни одного такого уравнения записано С теми, которые делятся на лямбду Либо никто не делится на лямбду Либо один из них делится на лямбду квадрата А мы просто непосредственно предъявим вот это вот Где тут только одно лямбда И все, на этом настанет противоречие Значит, исходное предположение о возможности Хоть одного решения оказалось неверным Здесь собраны все идеи Которые только могли быть на данный момент Это вот доказательства Это 1771 год Его на самом деле Эйлер поместил в неудобоваримом виде И Эйзенштейн его довел до этого совершенства Кажется, в 1844 году Вот это доказательство Эйзенштейна 180-летней давности И здесь собрано все, что они в этот момент вообще знали То есть про снутирем арифметики они уже поняли Про свойства следствия из нее Про то, что такое бесконечный спуск Пьера Ферма Уже к тому времени было известно Про, значит, спецкольца вот эти Про операции с нодами и так далее И в результате, значит, мы приходим к тому Что никогда это не может быть Но раз это не может быть в таком виде В Z от Омега То и в таком виде в Z тоже не может быть никогда Все На этом оно Доказательство закончено Полностью, ну вот 5 минут Еще на какие-то уточняющие, наверное, вопросы Потому что нет смысла начинать сейчас что-то новое Слава богу, я в 2 лекции уложился Это хорошо, на самом деле Вот, то есть что было не очень понятно Понятно ли, например, что это кольцо с нормой вот такой И в клидово кольцо с этой нормой Ну там простейшие проверки Фактически надо проверить, что если мы делим с остатком То остаток там с меньшей нормой Это опять делишь в комплексных числах и смотришь все варианты Наверное, Митя показывал, да, Шану Эвклидова Или нет Ну, в общем, там, короче, когда вы делите Вот просто делите, да Ну, будет какие-то Х плюс у омега, да, можно же в таком виде Любое комплексное число записать Не обязательно через Е Это такой же базис честный, как и любой другой Ну, а дальше вы говорите, что, как бы, если x и y плюс-минус одна вторая Ну, не больше, чем одна вторая по модулю Всегда можно выбрать, да, ближайший к ним То есть, ну, в смысле, берем целочисленный Плюс тот, который уже В нем уже можно эти коэффициенты взять не больше одной второй по модулю Ну, а тогда норму легко выписать, что она Не больше, чем одна вторая на одна вторая Плюс одна вторая на одна вторая Плюс одна вторая на одна вторая То есть три четверти И получается, что это норма Значит, раз это норма, то есть основная терема арифметики Есть основная терема арифметики Есть основное следствие из нее Есть основное следствие Соответственно, запомним его Нам надо только изучать, какие здесь бывают обратимые Потому что в основном следствии участвуют обратимые Обратимые — это простая проверка Что, значит, обратимые в любом евклидовом кольце Это те, у которых норма равна единице В данном случае это выражение равно 1, умножаем на 4, получаем 4а квадрат минус 4а b плюс 4b квадрат равно 4. Но это 2а минус b в квадрате плюс 3b квадрат равно 4. Ну и дальше элементарный перебор вариантов всех относительно целых а и b. Получаем описание обратимых. Соответственно, простые могут быть вообще любая делимость, то есть туда обратимых. То есть у любого числа есть такая орбита, ассоциированных с ним, это шестиугольник. И есть шестиугольник обратимых. В общем, вся такая делимость стандартная здесь проходит, как обычно, с той поправкой, что обратимых 6. Дальше возникают вот эти кубы. У кубов удивительное свойство, что они попадают либо в зеленые точки, либо, если сильно делится на лямбду, то кратный 27. А вот если не делится на лямбду, то попадают в окрестности числа делящегося на лямбду в четвертый. То есть если делится на лямбду, но не на лямбду квадрат, то попадают в зеленые точки, это середина этих треугольников. Если не делится на лямбду совсем, то близко к точкам красной сетки. Если делится на лямбду квадрат, то сами точки красной сетки. То есть не делится близко, делится на одну лямбду далеко, делится на лямбду квадрат снова прямо туда, на этот раз уже. За счет этого возникает много особенностей вот таких уравнений. В частности, вот такое не может быть разрешено при всех трех не делящихся на лямбду. В частности, вот такое не может быть разрешено при одном делящемся на лямбду, но не на лямбду квадрат. Ну и в частности, из этого следует это, если одно из них делится на лямбду квадрат. Это позволяет нам работать с вот таким уравнением, разложив вот так. Вот этот хитрый трюк с суммированием дает нам новое решение. После всех этих кирпичей мы получаем новое уравнение, в котором новая z-волна делится ровно на единицу меньшей степени лямны. Дальше мы это повторяем до тех пор, пока делимость не станет однократной. Однократная делимость противоречит не только этому, но и более общему уравнению, которое, собственно, написано здесь. Все. Полностью доказано.